СМОРГОНСКИЕ АГРАРИИ Подготовить почву, внести удобрения, посеять яровые культуры в оптимальные технологические сроки – на сегодня это главная задача аграриев. Ведь от того, как пройдет пассивная, зависит будущий урожай. По традиции райком профсоюза работников агропромышленного комплекса объявил районные соревнования среди механизаторов, которые работают на пассивной. Доброй практикой стало подведение промежуточных результатов по выполнению комплекса весенне-полевых работ. Мы понимаем, все мы работаем, но кто-то работает лучше. И кто работает лучше, мы всегда должны этих людей отмечать. Отрадно, что у нас, конечно, есть и постоянные лидеры, но очень приятно видеть среди лидеров и новые лица. И среди этих лиц есть, конечно, и молодые специалисты, молодые механизаторы. Поэтому я считаю, опытным надо не сбавлять темп, а молодым надо равняться на более опытных механизаторов. Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Медведскас и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Виталий Ивашко поздравили механизаторов, которые занимают лидирующие позиции в соревновании. Победителями в каждой номинации стали работники сельхозпредприятия «Агросолы». Петр Петровский работает в хозяйстве уже более 30 лет. Механизатор стал лучшим в районе на внесении минеральных удобрений. «Работаю я уже 32 года здесь и выполняю все работы. И культивация, и внесение похота. Ну все, что только можно. Всю жизнь отец и мать на полях. И сам пошел по их цепах». «Расскажите, на какой технике вы работаете?» «В основном на 12-21. У меня сегодня не удобрения. А так обменяю и на пахоте, и на амкадоре, и на монету. На всех тракторах, которые можно. Первый класс имею. Имею на всех». Награды и слова благодарности заслужены тяжелым трудом. С утра и до вечера аграрии работают в поле. В этот напряженный период каждая минута на счету. Труженики стараются выполнить все работы в срок и показывают высокие результаты. Благодарность за плодотворный труд в ходе посевной кампании была объявлена и работникам сельхозпредприятия «Совхоз Сморгонский». Александр Лоздин работает здесь всего полгода. Но с сельским хозяйством связан с детства. Вырос в деревне. Механизатор занял третье место на предпосевной подготовке почвы. «Работаю трактор «Джон Дир» с культиватором. Подготавливаю почву для того, чтобы за мной просто шла сейлка уже по ровному полю. Выравниваю поле. Пахота прошлогодняя, она твёрдая. Надо, чтобы была земля взрыхленная на нужную глубину. Чтобы шла свободно и лёгко. Нигде никаких ям. Техника мощная. Можно больше делать. Чтобы шла не стояла, надо работать, работать, работать. Люблю вот такую работу. Сельское хозяйство – это поле. Что-то пахать, культивировать, убирать». Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Медведскас отметил, что лидерами по темпам и качеству весеннеполевых работ в нашем районе являются сельхозпредприятия «Агросолы» и «Жодишки». Но в последнее время и команда совхоза Сморгонского серьёзно набирает обороты и показывает хорошие результаты. Республиканская акция «Неделя леса» финишировала 16 апреля. На Сморгонщине в марафоне приняло участие более тысячи человек. Силами добровольцев посажено порядка 40 гектаров леса. Белорусские леса находятся в надёжных руках лесоводов, которые заботятся о приумножении зелёного богатства нашей страны. Но в лесхозе всегда рады тем, кто желает помочь в этом нелёгком деле. В Сморгонском районе неравнодушных людей оказалось много. Среди добровольцев, принявших участие в акции «Неделя леса» – работники предприятия «Белагротерминал». На предприятии организована неделя субботника, неделя наведения порядка на земле. Сегодня наша работа завершается праздничной солдатской кашей в честь окончания выполнения работ. Сегодня на площадке работает порядка 50 человек, в том числе и первые руководители, и специалисты. Сегодня мы высаживаем ель, ольху и надеемся, что скоро заколосится здесь прекрасный лес. Вооружившись необходимым инвентарём, волонтёры дружно взялись за дело. Многие из них посадили уже не одно дерево и гордятся этим. Ведь долг каждого белоруса – сохранять и приумножать зелёные ресурсы. Мы живём в Белоруссии, и не посадить лес в белорусу – это всё равно, что не быть белорусом. Лес – наше богатство, и благодаря нам, благодаря нашим коллегам, мы приумножаем это богатство. Леса становится больше, и мы этим гордимся. Много садили деревьев, мы уже не в первый раз принимаем участие в таких акциях. И не только здесь, но здесь вот на территории нашего предприятия, а так по Сморгонскому району и в отдельных уголках, и вместе с лесхозом принимали неоднократное участие в высадке леса. Каждое деревце – это жизнь, это кислород. Часто бывает так, что буреломы ломают деревья. Хотелось бы, конечно, чтобы наша земля была красивой. И поэтому мы вот восполняем то, что делает природа. Природа ломает, ветра большие, а мы вот восстанавливаем, мы надеемся, что он будет сильным, крепким и вырастет на радость нам. Мы будем здесь постоянно проезжать и будем всегда видеть. Приняли участие в посадке леса и работники Кроноспана. Это мероприятие для них уже традиционное и проходит как настоящий семейный праздник. Сотрудники предприятия приезжают вместе с детьми, чтобы посадить деревья и приятно провести время в прекрасной компании. Акция приносит пользу не только природе нашего края, но и коллективу, который объединяется для хорошего дела. Сегодня мы проводим акцию, которая посвящена посадке деревьев «Посади свое дерево». Это ежегодная акция, которую проводит компания «Кроноспан» в рамках холдинга во всех регионах, во всех странах, во всех городах. Мы проводим эти акции непосредственно в Смарконе, в Республике Беларусь. Мы проводим ее в третий раз с 2019 года. Это наша традиция. В 2020 году мы пропустили такое мероприятие в связи с пандемией коронавируса. Но мы надеемся, что в дальнейшем будем поддерживать эту замечательную традицию, потому что здесь присутствуют наши коллеги с семьями, с детками. У нас организована прекрасная программа для тех, кто хорошо поработает, потом может хорошо отдохнуть. Поэтому мы считаем, что это хорошее коллективное, корпоративное мероприятие, которое помогает нам объединиться, сплотиться и провести прекрасное время со своими коллегами и семьями и поддержать экологию страны и экологию региона, в котором мы непосредственно находимся. Я помогаю маме сажать лес. Я сажаю елки, и они будут скоро высокие и красивые. В акции приняли участие около 200 работников предприятия «Кроноспан». Трудовой десант сажал ель и ольху на территории Кревского лесничества. Благодаря волонтерам на участке в 7 гектаров скоро зашумит лес. Приятно, конечно, что организовываются такие акции, потому что «Кроноспан» известно потребляет древесину, значит, надо ее возобновлять. Поэтому рады всегда помочь. Приятно организовано и созданы все условия. Детей приучаем к труду и друг с другом общаемся, скажем так, в неформальной обстановке, чтобы друг друга лучше узнаем. Поэтому как-то так, все на пользу. Люблю природу, скажем так, люблю и в охоту походить, то есть с собаками, по лесу. Родился в деревне, поэтому для меня это, скажем так, мне гораздо приятнее находиться на природе в лесочем городе. Очень-очень рады, что пришли. Очень ребенок доволен. Мама, ты мне такой праздник устроил. Ну, очень рады. И хорошее дело делаем, и развлечение. Посмотрите, для детей как хорошо. Я впервые здесь, но я очень довольна. Пока родители сажали деревья, дети весело проводили время. Для ребят подготовили развлекательную программу. Мальчишкам и девчонкам не давали скучать аниматоры в костюмах сказочных героев. Итогом недели леса стали не только чистые леса и посаженные деревья, но и положительные эмоции. Неделя была такая, скажем, интересная, богатая, насыщенная, скажем так, по-приятному, даже немножко сложная, так как от волонтеров отбоя не было. Все поставленные задачи, цели выполнены, и даже многое превзошло наше ожидание. Силами волонтеров было посажено более 10% от запланированного объема всей нашей годовой посадки. Это огромная цифра. Более 40 гектар было создано руками наших добровольцев. Также было убрано порядка 20 гектар лесных массивов от захламленности, каких-то бытовых отходов, мусора. В акции приняло участие более тысячи человек. Все наши участники, скажем так, с открытым сердцем приходили на нашу акцию, работали четко, грамотно, ответственно, быстро. Тот вклад, который внесли наши добровольцы, он, скажем, бесценен, и, я думаю, будет на протяжении многих-многих лет радовать глаз наших жителей нашей страны. Хотел бы сказать огромное спасибо от себя лично и от всего Министерства лесного хозяйства всем нашим добровольцам. Благодаря слаженной работе лесоводов и волонтеров за неделю леса Сморгонщины преобразились, стали чище и краше, а места вырубок зазеленели новыми ростками. С марта в Сморгонском районе наблюдается снижение острых респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции. Поэтому районная поликлиника вернулась к обычному режиму работы и возобновила проведение детских медосмотров. Раньше медосмотры дети проходили в месяц их рождения или максимально приближенные к этой дате сроки. Таким образом, была возможность планово организовать работу по выдаче медицинских справок и избежать массового потока детей в поликлинике перед началом учебного года. Но сложилась непростая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, которая внесла коррективы в прохождение детских медкомиссий. На некоторое время они отменялись, а потом снова возобновлялись. Медосмотр у нас осуществляется в рамках детской диспансеризации, которая регламентирована соответствующими нормативными актами. Обычно у нас мамы, когда ведут ребенка в школу, либо в детский сад, начинается новый учебный год, вот считают, что вот это время, когда нужно пройти медосмотр, чтобы попасть в детский сад. На самом деле, это не совсем верная позиция, потому что сама по себе диспансеризация просто подразумевает, что в каком-то возрасте определенном ребенок должен пройти определенное обследование и определенных специалистов. В зависимости от возраста это разные исследования и разные специалисты. Скажем, такой максимальный пик, когда больше всего специалистов нужно проходить, это возраст одного года, возраст двух-трех лет, ну, в принципе, так и совпадает, когда ребенок планирует идти в детский сад, возраст шесть лет, когда ребенок планирует идти в школу. Ну, и подростки, там немножко другие уже имеются особенности по проведению медосмотров. В прошлом году мы столкнулись с такой проблемой, что был очень большой поток деток, которые планируют идти в детский сад и планируют идти в школу, когда создались очень большие очереди где-то в июне и в августе к врачам-специалистам. Возникали сложности, возникали какие-то такие спорные моменты сложные, поэтому в этом году мы постараемся избежать вот этих ситуаций и хотим пригласить всех деток, которые планируют в этом году пойти в сад или в школу, не ждать июня, не ждать августа, а начинать прохождение медосмотра уже сейчас. Осмотры детей узкими специалистами проводятся в поликлинике по понедельникам с 9.00 до 15.30. Взять талон к офтальмологу для прохождения медосмотра можно в регистратуре районной поликлиники или в детской консультации. К лору и хирургу в понедельник можно приходить без талонов. Если у кого-то не получается попасть к врачу в этот день, можно прийти в любой другой, но тогда необходимо иметь талон и к лору, и к хирургу, и к офтальмологу. Талоны можно заказать, позвонив в регистратуру поликлиники или на сайте Talon.by. Почта была главным средством связи во время Великой Отечественной войны. По разным данным, за эти годы было доставлено от 6 до 10 миллиардов писем, которые стали связующей нитью между тылом и фронтом. Многие из них написаны простым, бесхитростным языком. В основном о том, что волновало солдат. Только вот читать эти строки сложно. Комок застревает в горле, а на глаза наворачиваются слезы. О чем защитники писали родным, рассказываем в рубрике «Полевая почта». Письма, идущие с фронта. Письма, кто знает, что там. В каждом письме свой секрет. Спрятали в пыльный конвейт. В ранах от грязи дорожной Письма с тоской невозможной Строчки размытых слезой Письма стремятся домой Меня зовут Комар Владислав. Родился в городе Слониме. Учился в МЧС-классе. Сейчас прохожу службу в кинологическом центре Сморгонской пограничной группы. А мои ровесники в годы Великой Отечественной войны Защищали Родину на поле боя. Они мечтали только об одном Выжить и вернуться домой. Одним из защитников родной земли Был уроженец Сморгонщины Андрей Гисич. С нетерпением он ждал каждую весточку от родных И сам при любой возможности писал письма близким людям. В пропавших порохом строках Ощущается дыхание с самой войны. Тяготы суровых окопных будней Нежность солдатского сердца Любовь к родине Вера в победу. Здравствуй, дорогая моя жена И дорогие мои дети Петя и Сережа И сестра И братья И племянницы Уведомляю вас Что я, слава Богу, жив и здоров Чего и вам желаю в жизни вашей Дорогие мои Я очень скучаю по вам Я с Симоном находился раньше вместе в автоматной роте Но сейчас я нахожусь в роте Стрелковой А он остался в автоматчиках Но видимся каждый день Брат Арсень тоже недалеко Видимся часто Со мной находятся вместе Иван Лопытько И Демьян Зимницкий В одном отделении Передайте почтение Полагея Зимницкой От сына Демьяна Я вам послал три письма Через почту И одно письмо послал Через Готковского хлопца Которого уволили домой Это пятое письмо Я пишу вам А от вас не получаю ни одного Товарищи мои получают Пишите мне Не забывайте про меня До свидания Дорогая Ольга И детки мои Петя и Сережа Сестрица И братья И племянницы Целую вас горячим поцелуем Ваш муж Андрей О сегодняшнем нашем герое Гисичи Андрея Федоровича Известно не так много Он родился И вырос в деревне Оленец Сморгонского района Когда началась Великая Отечественная война Он остался жить Под оккупацией Три года Вместе со своей семьей Он прожил Под ней Когда Советские солдаты Освободили Сморгонщину от фашизма То по призыву Своего сердца Согласно воинского долга Конституционной обязанности Гисичи Андрея Федорович Был призван В ряды Красной армии Он был направлен На подготовку И после прохождения Курса молодого бойца Был направлен на службу 105-й гвардейский Стрелковый полк Специальности Нам его неизвестно Но можно предположить Что скорее всего Он был стрелком Подразделение было То в составе Первого белорусского То второго белорусского фронтов Включалось В зависимости от задач И он принимал участие В боях За освобождение Польши И окончательно Разгрома фашистов В Германии К сожалению Он не дожил до победы При форсировании Одной из рек На территории Польши Когда нужно было Переправиться На другой берег С целью захвата Плацдарма Во время проведения Атаки Гисевича Андрея Федоровича Пуля попала Прямо в сердце И она Повредила Благодарности Которые у него Лежали в кармане Гимнастерки И вот эти Благодарности Сохраняя следы крови Сегодня хранятся В нашем музее И вот можно Представить Одну из них Самый верх Видно Как пробила Пуля В это отверстие По нашим данным Он похоронен В Польше В районе Варшавы Андрей Гисич Не вернулся На родную Сморгонскую землю Каждый третий Беларус Погиб Ради мирной Жизни Будущих поколений Мы помним И никогда Не забудем Какой ценой Отстояли Наши деды И прадеды Свободу Отечества Мы понимаем Что и сегодня Защита Родины Это священный долг Каждого гражданина Нашей страны Письма Пропитаны Болью Сердце Спасают Любовь В дыме Великой Войны Письма Как воздух Нужны В дыме Великой Войны Письма Как воздух Нужны Приглашаем Всех желающих Принять участие В областной акции Цветок Победы В каждом окне Украстье окна домов Квартир Организаций Или учреждений Цветком Победы Состоящим Из яблоневого цвета И красно-зеленой ленточки Яблоневый цвет Символ чистоты Свежести Весны Возрождение Начало Новой жизни А красно-зеленая ленточка Подчеркивает Историческую значимость Дня Победы В белорусском обществе Его огромную роль В становлении И развитии страны Самых креативных Участников акции Пригласят на съемки В телерадиокомпанию Гродно Более подробную информацию Читайте на сайте Газеты Светлый шлях 30 хорошо А 31 Еще лучше Международный фестиваль искусств Славянский базар Витебские Шесть незабываемых Фестивальных дней С 13 по 18 июля Подробности на сайте И в официальных сообществах В Сморгонском районе Прошли долгожданные Апрельские дожди В среднем по району Выпало до половины Месячной нормы осадков А принес их Достаточно активный Южный циклон Который буквально Залил центр И юго-восток Нашей республики В ближайшие дни Очередной циклон С юга Вновь испортит Погоду в нашем регионе Без дождей Не обойдется В субботу 23 апреля Территория Сморгонского района Будет находиться Под влиянием Южного циклона Центр которого С Украины К вечеру завтрашнего дня Сместится на северо-запад Нашей республики Поэтому ожидается Облачная погода С небольшими прояснениями В ночные часы Пройдут дожди Днем Временами Возможны осадки Температура воздуха Ночью Плюс 6, плюс 8 Днем Плюс 10, плюс 12 Ветер юго-восточный Слабый В воскресенье 24 апреля Циклон будет смещаться На страны Балтии Атмосферное давление Начнет расти В результате В ночные часы Временами Пройдут дожди Днем Ожидаются Лишь кратковременные Осадки Будет облачно С прояснениями Температура воздуха Ночью Плюс 3, плюс 5 Днем Плюс 11, плюс 13 Ветер юго-западный Слабый До умеренного В понедельник 25 апреля Территория Сморгонского района Окажется под влиянием Очередного циклона Центр которого С территории Польши Будет смещаться На северо-запад Нашей республики В дневные часы Мы попадем В теплый сектор Этого циклона Температурный фон Повысится В ночные часы Будет преимущественно Без осадков Столбики термометров Покажут Плюс 5, плюс 7 Днем Ожидается Облачная погода С прояснениями Пройдут Кратковременные дожди Местами по району Прогремят Первые весенние грозы Воздух может прогреться До 15-17 градусов тепла Ветер южный Юго-западный При грозах Порывистый Во вторник 26 апреля Территория Сморгонского района Окажется В тыловой части циклона Центр которого Уже сместится На Тверскую область России К нам начнут поступать Более прохладные Воздушные массы С Балтики Будет облачная погода С прояснениями Пройдут Кратковременные дожди Температура воздуха Ночью Плюс 7, плюс 9 Днем Плюс 10, плюс 12 Ветер Северо-западный Порывистый На этом наш выпуск завершен Мы прощаемся с вами До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин